Мы продолжаем изучение недельного раздела Тор и Вайшлах. На прошлых уроках мы говорили о пути Якова домой, путь, который, безусловно, не был усеян розами. Сначала ему пришлось убегать от своего тестя Лавана. Лаван нагнал его. Было очень неприятное объяснение, но как-то из этого с Божьей помощью Яков вышел. С Божьей помощью это я упоминаю не просто потому, что так надо говорить, а поскольку действительно, если бы не тот факт, что Бог явился во сне Лавана и сказал, и предупредил, и пригрозил ему ничего не делать Якову и ничего не говорить ему, даже ни доброго, ни худого, безусловно, было бы Якову очень и очень плохо. И сумел выйти из этой беды сухим из воды. Следующая беда – встреча с родным братом Исавом, от которого можно было ожидать чего угодно. Снова она заканчивается. Чудом вышел Яков целым и невредимым, и вот так вот Тора и заканчивает, и пришел Яков невредимым в город Шхем, который в земле Кенеанской по пути его из-под Анарама и расположился перед городом. Боявой Яков Шалем. Шалем буквально означает целый, имеется в виду пшат, имеется в виду невредимый, хотя он побывал в двух переделках, в которых, безусловно, опасность была очень велика. Слава Богу, вышел из этого цел и невредим. Но Раши здесь прибавляет еще Драш. Речь идет здесь не только о том, что он вышел невредимым физически, говорит Раши, невредим телесно, потому что он, во-первых, исцелился от своей хромоты, ведь последняя встреча, еще до встречи с Исавом, ему пришлось столкнуться с ангелом Исава, и борьба эта закончилась ранением Якова, но излечился. И так он пришел буквально невредимым телесно и исцелился от своей хромоты, невредимым во всем, что касается его имущества, потому что у него ничего не убавилось, несмотря на то, что ему пришлось поделиться с Исавом и дать ему богатые подарки, но в конечном итоге у Якова от этого не убыло. И еще что есть? Есть физическая сторона, целый невредим, есть имущество, есть еще и духовная сторона, и этого тоже касается здесь пасук, то есть невредим, то есть цел, что касается до его учения, потому что, несмотря на то, что он пробовал в доме Лавана больше 20 лет, и в доме Лавана, как известно, бейтметраж там не был предусмотрен, и учиться там, в общем-то, их и врут, и там тоже не было, учиться там было несколько, причем, при том, Яков не забыл всего того, что он учил в доме своего отца, так что он приходит цел и невредим во всех отношениях, и физически, и с точки зрения имущественного, и с точки зрения духовной тоже, ничего не потерял. Приходит он в город Шхэм, вообще место несимпатичное, неприятное. В нем, правда, до сих пор еще ничего плохого не произошло, но в дальнейшем мы знаем, с этим местом связаны многие печальные страницы еврейской истории, который в земле Кенеанской, по пути его из Падана Рама и расположился перед городом. Мы ничего не знаем еще печального об этом городе, то, что я сказал, но неправильно было бы сказать, что об этом городе мы еще ничего не знаем. Знаем, еще как знаем, точнее, не о городе, а об этом месте. Когда Авраам приходит в Ратисраиль, написано, что его первая остановка была в месте Шхэм. Что означает «вместе Шхэм»? Рамбан поясняет там, имеется в виду, города тогда еще не было, когда Авраам пришел. Но это то место, где город еще только будет построен, но оно то самое. И вот около этого самого места Авраам делает свою первую остановку. Только после того, как он остановился, когда еще остановился, он не знал, что это место уготовано. Ему он не знал, что речь идет именно об этой земле. Он догадывался, он мог строить планы, размышления, соображения. Но только после того, как он остановился там и растянул там свой шатер, только после этого Всевышний сказал ему «вот тебе я отдам эту землю». Он получил, по крайней мере, ее на словах, в обещании, что ему, потомству, будет эта земля дана. Рамбан утверждает там, что это не случайно. По принципу Моасея, вот, Симан-Лыбаним, деяния отцов – это знак их потомкам. Первое место, которое было приобретено в Эрн-Сисраэль в дальнейшем, будет именно Шхем. И будет приобретено оно еще до того, как вся земля эта целиком будет передана потомкам Авраама. Точно так же, как Авраам расположился около города Шхем еще до того, как Всевышний сказал ему, что вот всю эту страну, включая это место, я тебе ее даю. А как произошло это приобретение – вот это тема сегодняшнего урока. Ляаков, точно так же, как и Авраам когда-то, останавливается около Шхем. Сказано, что он пришел в Шхем и расположился перед городом. А почему тогда расположился перед городом? То есть, снова палатки, снова бедуинский образ жизни. Мы знаем, что Авраам придерживался такого образа жизни намеренно. Он не собирался жить среди других людей, он старался быть подальше, подальше, подальше от них. Прежде всего, потому что он не хотел влияния окружающей среды на свой дом. А во-вторых, хотя он старался повлиять на других людей, он предпочитал, чтобы люди к нему приходили. Но уже о Якове мы сказать это вряд ли можем, потому что видим, что до сих пор он жил со своим тестем. И вряд ли это был принцип четки его жизни. Почему же тогда он остановился, именно расположился перед городом? Перед городом остановился, то есть, получается, в общем-то, шел-то он в город, но остановился он перед городом. Наши мудрецы и в Талмуде говорят, опираясь на этот стих, что Яков соблюдал субботу. И он установил здесь, здесь мы видим, его соблюдение закона, причем закона не закона Торы, а закон, который потом будет оформлен как постановление мудрецов, который называется Тхум Шаббат, то есть, установил субботние границы. Смысл этого закона в том, что человек не имеет права выходить за рамки своего проживания в Шаббат больше, чем на расстояние двух тысяч локтей. Правда, если он находится внутри города, и он расположился на субботу в городе, то тогда весь город для него как четыре локтя, и только за пределы городской черты он не имеет права выходить больше, чем на две тысячи локтей. Но если суббота застала человека в дороге, в поле, то вот тогда все, что есть ему, это всего лишь две тысячи локтей. Даже если получилось так, что он чуть-чуть не дошел до города, ему осталось всего лишь тысячу-тысяча двести локтей до города. Все равно, придя в город и дойдя до последней точки, в которую он заканчивает отчет двух тысяч локтей, и дальше он двигаться не может. Только для тех, кто живут в городе и заночевали в городе, и суббота застала их в городе, только для них весь город как четыре локтя. А что касается тех, кто заночевали в поле, тех, которых суббота застигла заход, солнце застиг их в поле или в дороге, то они двигаться дальше могут только на ограниченное расстояние. Так вот, здесь тема и объясняется, почему он расположился перед городом, потому что наступил кону субботы, солнце стало заходить, двигаться дальше было невозможно, и Яков расположился перед городом. Один из очень известных комментаторов, Рудмейер Симха из Двинска, автор комментариев Меши Хохме, обращает внимание, странно ли это или не символично ли это, что когда наши мудрецы показывают, что працы соблюдали законы, они не говорят в общем и целом обо всем. Об Аврааме это сказано, что он соблюдал всё, и там подчёркивается, всё вплоть до эруфтов шли, всё вплоть до постановления о смешении блюд, так называемое это постановление, которое установили наши мудрецы для ситуации, в которой праздник наступает в канун субботы, в пятницу, и возникает аллогическая проблема готовки с праздника на субботу, и есть специальное постановление, которое основано на том, что мы всегда ждём, может быть, в последнюю минуту к нам могут подойти гости, и за 5-10 минут до конца праздника могут прийти гости, поэтому мы, в общем-то, можем варить для этих гостей. Это с точки зрения Торы, а мудрецы при всём при том постановили, что необходимо сделать ещё одну вещь, которая называется смешение блюд, не будем входить в смысле этого постановления. В общем, оно обеспечивает разрешение варить с праздника на субботу, и, как мы сказали, построено на том, что мы всегда готовы ждать гостей. Ну, что касается того, что говорят об Аврааме, что он соблюдал все законы вплоть до Ируфтов-Шелин, это, наверное, символично и не так уж трудно здесь уловить связь это именно с Авраамом, что подчёркивается, что он соблюдал всё вплоть до Ируфтов-Шелин, поскольку Авраам прежде всего занимался тем, что он принимал гостей. Поэтому и говорится об постановлении, которое связано с расчётом на то, что придёт гость. Ну, а Яков, о нём не сказано, что он соблюдал все заповеди. Более того, мы в своё время достаточно много времени потратились для того, чтобы объяснить, как Яков мог позволить себе нарушить очень-очень строгий запрет Торы жениться на двух сёстрах. Не будем сейчас входить снова в этот вопрос, мы достаточно его подробно объяснили, но при всём при том вот об одной заповеди указывается, здесь это снова постановление мудрецов, что Яков, соблюдая субботу, установил субботние границы Тхун-Жаббат, две тысячи лактей. Почему Яков вот именно с этой заповедью, именно о нём рассказывается? Установил границы. Фурмейр-Симха объясняет следующим образом. Символика, безусловно, здесь существует. Про Авраама не сказано, что он устанавливал себе границы. Вот граница до сих пор, всё, дальше не двигаемся. Огрожен. Авраам, вся его жизнь была ради других людей. Главной целью, которую он поставил себе в жизни, это приближать людей к свету, приближать людей, которые приближают людей к той вере, к которой он сам пришёл. А способ, каким образом он это делал? Один мы уже видели в любом месте, в котором он был. Он нарыл колодцы, где бы он ни жил. К колодцам приходили люди за водой. Так Авраам сводил с ними знакомства. Объяснял им, рассказывал, пропагандировал. Но вот затем произошло ещё одно изменение. Вот как он. Ишмаэль, его сын, старший сын Авраама, испортился. И после этого сказано, что Авраам насадил… Это Эшель, есть два объяснения, что это означает. Одно объяснение, что он насадил сад, в котором были фруктовые деревья, плодовые деревья для того, чтобы угощать своих гостей. А второе объяснение, что он сделал какой-то постоялый двор, на котором путники, прохожие, могли, проходя мимо его бедуинского стана, остановиться, поесть, попить, переждать жару. И всё это не случайно, ибо вот такая напряжённая активность Авраама, его старание привести как можно больше учеников себе, оно вполне понятно. Ведь Авраам долгое время был бездетный. И он понимал, что его вера, то, к чему он пришёл, тот свет, который он нашёл в мире, всё это может уйти с ним. И когда Всевышний обещает ему всё, что угодно, ответ его очень простой и очень понятный. Всё, что ты мне дашь, что мне это всё стоит, если у меня нет сына, нет того, кто будет продолжать моё дело. Если сыновей нет, то естественный выход для этого – это ученики. Ученики – они тоже в какой-то степени сыновья, ибо они сыновья духовные, они продолжают то, что передал им, то, что начал их учитель, то, что он им передаёт. Правда, наконец родился сын Ишмаэль. Ну, вот этот может быть наследником. Выяснилось, что тоже не получилось. Он не станет наследником. Он ушёл. Поэтому Авраам снова с удвоенной энергией, с удвоенной силой бросается на свою работу приближения к себе людей. И вот тогда он строит этот постоялый двор или сажает сад вокруг его стана. Так или иначе, колоссальные усилия для того, чтобы приближать к себе людей. Чтобы приближать к себе людей, нельзя огородиться огородом. Нельзя сказать, вот я вот здесь вот и больше вот... Ну, у Якова ситуация была совершенно иная. У него была до сих пор Тора, вера в Бога, и Тора была, она была наследием одиночек. Авраам, потом Ицхак. Наконец, Якову удаётся построить семью, из которой никто не ушёл. Все двенадцать сыновей, они все как на подбор, и они все продолжают. Вот есть уже общество, есть уже община, которую так и называли – община Израиля. Этого, в принципе, уже достаточно. Есть люди, есть целая община, которая несёт веру, которая исповедует веру, которая исполняет заповеди. Поэтому Яков сейчас заботится о другом, как бы эта община не размылась. Поэтому он ей устанавливает границы, отделяя их от всего остального, прогрессивного или непрогрессивного человечества. Не случайно. Именно вот эта заповедь, она подчёркивается по отношению к Якову, устанавливает границы. Мы здесь, а весь остальной мир там. Мы огораживаемся от них. Не стараемся не выходить за эти границы. Стараемся. Но, как увидим, не всегда получается. Дальше сказано. «И купил участок поля, на котором раскинул свой шатёр у сынов Хамора отца Шхема за сто кисит». Он не хочет быть приживальцем, он достаточно времени жил на птичьих правах у своего тестя, а теперь уже он приобретает то место недёшево у сынов Хамора. Кто такой Хамор? Отец Шхема. Чудесно, кто такой Шхем? Мы знаем, что город назван Шхем. Выясняется, что этот город назван Шхем по имени человека Шхема. А у этого человека Шхема есть папа. Зовут его Хамор. Имя не очень ясное. В переводе значит, что это осёл. Самое-самое-самое неинтеллигентное животное, которое только вообще существует. За сто кисит. Кисита – это денежная единица. «И поставил там жертвенник». Здесь Яков поступает так, как поступал и Авраам, и Ицхак ставил жертвенник и назвал его Келелуке Исраиль. Немножко странная фраза, что значит он назвал жертвенник по имени Бога. Раша объясняет здесь. Это не означает, не следует понимать это буквально, что жертвенник назван Бог Израиля. Это не так. Имеется в виду вот что. Что в ознаменовании того, что Бог был с ним и спас его, дважды как минимум Всевышний спас Якова от очень-очень серьёзной опасности. Вот именно в честь этого, в воспоминании этого чуда он и назвал жертвенник. В связи с чудом, чтобы это служило восхвалением всевездесущего, когда будут произносить это имя, которое он дал жертвеннику. То есть, иначе говоря, следует понимать этот пасуктан. Тот, кто есть Бог, он мой Бог, моё имя Израиля. И его имя связано с этим жертвенником, ему и посвящается этот жертвенник. «И вышла Дина, дочь Леи, которую она родила Якову, посмотреть на дочерей той страны». Нет, то, что я сказал минуту назад, что хотя Яков очень старается оградить свой стан, поставить преграды и границы, но естественное человеческое любопытство, в особенности девочек, вышла Дина, дочь Леи, которой она родила Якову, посмотреть на дочерей той страны. Отправилась на экскурсию в Шхем. «И увидел её Шхем, сын Хамора Хивийца, князя той земли, и взял её, и лёг с нею, и износиткал её». Эта экскурсия закончилась вот так вот очень печально, но здесь мы уже, по крайней мере, знаем, понимаем, кто такой этот Шхем, почему раньше Хамор назван отцом Шхема, какое нам дело до Шхема. Это тот самый Шхем, который фигурирует, он герой всего следующего отрывка. Они Хивийцы, Хивий – это одно из семи канонейских племён, которое населяло страну Израиля тогда. И вот, увидев Дину, Шхем, сын Хамора, Шхем, папа которого был назван по имени Осла, князя той земли, т.е. князем был Хамор, а Шхем, получается, он принц, наследный принц, взял её Сивой и лёг с нею, и изнасиловал её. «И прилепилась душа его к Дине, дочери Якова, и он полюбил девицу и говорил к сердцу девицы». Ну, то, что произошло довольно странно. Это в какой-то степени такая авария, можно сказать. Обычно у людей такого сорта. То, что происходит, если человек, если кто-то насилует женщину, то в тот момент, когда он добился своего, полчаса своё, она пристаёт его интересовать совершенно. У таких людей их потребительский подход ведёт к тому, что они теряют интерес к цели своего влечения в тот момент, как только они его получают. Так, на самом деле, описано и в дальнейшем истории с сыном царя Давида. И дело не только потому, что так написано, потому что то, что случилось с этим сыном Амноном – это естественная природа человеческой страсти. Так она построена. Страсть, которая распаляет человеку воображение, и он начинает себе рисовать, как будет замечательно и прекрасно, если он только получит предмет своего вожделения. А в тот момент, когда он получает его, то объясняется, что это совсем не то, что он себе нарисовал, или не совсем то, что он себе нарисовал. И вся эта страсть стихает моментально, он теряет полный интерес к предмету своей страсти. Но вот здесь получилось не так. Почему так? Не будем сейчас входить в этот вопрос, почему. Об этом достаточно много говорится в книгах, занимающихся то, что называется, пневмюта Тора, с более внутренним глубоким пониманием Торы. Но, в общем, такая авария с Шкебом случилась, и изнасиловав Дину, он почувствовал, что душа его прилепилась к Дине, и полюбил он девицу, и говорил он к сердцу девицы. Ну, что может такой человек говорить к сердцу девицы? Он может говорить то, что он представляет себе несердечные, естественно, речи, на то такие люди ослоподобные, не очень-то способные. Имеется в виду, как объясняет Раши, это идиоматическое выражение, то есть, дворима мития шви маля лев, то, что может, то, что сердце другого человека принимает. То есть, это речи, которые доходят, как он считал, до сердца. Что же он ей говорил? Вот смотри, сколько денег дал твой отец за клочок поля, 100 кси-то. Бешеные деньги он заплатил за то, чтобы на маленьком клочке поля поставить несколько палаток. А вот я женюсь на тебе, и ты будешь владеть всем городом и всеми его окрестными полями. Так Шхем понимает это и то, что должно завладеть сердцем девушки и покорить ее в его понимании. Ну, если он собирается жениться на девице, которую перед этим изнасиловал, то понятно, что здесь есть еще одно действующее лицо – его папа. И Шхем сообщает осуществленному папе, что он нашел невесту. «И сказал Шхем Хамору своему отцу, говоря, возьми мне эту девушку в жону». Как капризный ребенок. «Хочу, и возьми мне ее в жону». И Яков услышал, что он насквернил его дочь Дину, а его сыновья были со скотом в поле. «И промолчал Яков до их прихода». То есть, никоим образом Яков сам не реагировал. Он был один, когда он получил известие о том, что произошло. Но никакой реакции его нет, пока сыновья не приходили. «И вышел Хамор, отец Шхема, к Якову поговорить с ним. Шиду, златовство. Сыновья же Якова пришли с поля». То есть, они приходят именно в тот самый момент, когда являются к Якову Хамор. «Сыновья же Якова пришли с поля, и когда услышали, то огорчились мужей. И возгорелся ей гнев, потому что он сделал мерзость с Израилем, лежав с дочерью Якова. И так не делают». «И говорил Хамор с ними и сказал, Шхем, мой сын, пристрастился душою к вашей дочери. Дайте же ему ее в жены, и проднитесь с нами. Ваших дочерей отдавайте за нас, а наших дочерей будете брать себе, и поселитесь с нами. И будет земля эта перед вами. Селитесь и промышляйте на ней, и осядьте на ней». «И сказал Шхем отцу и ее братьям, только бы…» Присутствует здесь и сам Шхем, не только Хамор пришел. Здесь уже после того, как папа высказал все свои предложения, то Шхем берет слово и сказал Шхем ее отцу и братьям, «Только бы мне найти благоволение в ваших глазах, что не окажете мне, я сделаю. Наложите на меня самый большой брачный выкуп и дары, и я дам, сколько вы не скажете мне, только дайте мне девушку в жены». Скорее всего, я ждал, а реакция какая-нибудь должна быть от отца. Есть какие-то понятия, как подобные вещи делаются. Шхем он тоже, он не приходит сам свататься, он пришел с папой. По идее, ответить на это должен Яков. И отвечали сыновья Якова. Яков молчит, ни одного слеза. И отвечали сыновья Якова, Шхему Хамору и отцу его с лукавством. И говорили так, потому что он обесчестил Дину, сестру их, и сказали им, не можем мы этого сделать, выдать нашу сестру за человека, у которого крайняя плоть, ибо это срам для нас. Только при этом условии согласимся с вами, если будете вы, как и мы, чтобы был обрезан у вас каждый мужчина. Вот тогда будем отдавать наших дочерей за вас, и ваших дочерей будем брать себе. И поселимся у вас, и станем одним народом. А если не послушаетесь на нас и не обрежетесь, то мы возьмем нашу дочь и уйдем. Ну, вот теперь нужно понять, что же здесь происходит. Довольно неожиданный ответ. Неожиданно то, что Яков молчит. Неожиданно то, что говорят братья. То он сразу же подчеркивает, они говорили слухавством. То есть, они ни на секунду не думали, что какой-нибудь мысль может быть, чтобы породниться с Ашхебом и с Хамором с такой публикой, безусловно, нет. Значит, все это было с их стороны лукавство. Посмотрим еще раз несколько важных деталей в тексте. И еще раз я возвращаюсь снова к тексту. «И вышел Хамор, отец Шхена, к Якову поговорить с ним. Сыновья же Якова пришли с поля. И когда услышали, то огорчились мужи, и возгорелся их гнев. В Торе, как известно, лишних слов нет». И Тора говорит здесь, описывает два чувства, которые овладели сыновьями Якова. Первое – огорчение. Второе – гнев. Почему два? И что тогда означает это огорчение, если гнев понятен совершенно? Здесь, в общем-то, почти нечего и объяснять. А в чем здесь огорчение? Ну и дальше повторяется снова, мы видим удвоенность. Удвоенное выражение. Почему? Потому что он сделал мерзость с Израилем, лежав с дочерью Якова, и так не делают. Почему? Две причины. Сделал мерзость с Израилем, первая причина, вторая – так не делают. Что значит так делают? То, что он лежал с дочерью Израиля, так и не делают. Что здесь? Опять не ясно, почему здесь это удвоенное выражение. Может быть, два вопроса связаны. То есть, не исключено, что просто сказано огорчение по поводу того, что лёг он с дочерью Израиля. А второе – гнев, потому что так не делают. Может быть, так? Посмотрим, что говорят комментаторы. И так не делают. Раша не объясняет те чувства, которые владели сыновьями Якова. Что здесь за огорчение, что за гнев. А он сразу переходит ко второй фразе. Как к концу фразы, точнее, а именно, что он лёг первое, что лёг с дочерью Якова, а второе – так не делают. В чём здесь дополнение? Это что означают эти слова «и так не делают»? Раша пишет так. Недопустимо насиливать девцами. Потому что народы к тому времени законом оградили себя от распутства из-за потопа, который был в какой-то степени карой за многие грехи, но среди них и за распутство тоже. Так пишет Раш. Рамбан спрашивает, как это так? Ведь действие происходит, мы знаем, где и когда. Происходит в стране, в Эрец-Исраэль, в святой земле, которой тогда называл Терцкнаан по имени семи кронийских народов. И мы знаем, что это те самые народы, которых в дальнейшем Всевышний повелел уничтожить прежде всего. И одна из их причин – за распутство. Все эти мерзости, имеется в виду Рамбан приводит здесь стих, который заключает целую главу, в которой сказано о сексуальных извращениях. Так вот, после этого, после того, как Торы перечислюют все возможные виды инцеста и отклонений, извращений, после этого говорится, что смотрите, вы так не делаете. Почему? Потому что все эти мерзости делали жители этой земли и Кнани, и земля их изрыгнула. Посмотрите, что бы вы так не делали. Значит, для них это было совершенно естественно. Не то, что… Не просто распутство и разврат. Вещи куда худшие. Значит, для них это было совершенно естественно. Так как же можно сказать, их так не делают, что у них это не было принято? Принято и принято. Поэтому Ромбан говорит, нечего… Невозможно так объяснить, как Раш. Имеется в виду… Хотя выражения два, но не означают то же самое. То есть, нечего здесь копаться. Кинавала Асаба Исраэль мерзостью сделал с Израилем, и так не делается снова по отношению к Израилю. У них так делается? Пожалуйста, у вас так принято? Это у вас так принято. С евреями так не делают. Мерзость делал с евреями, с тем, что он лег с дочерью Якова, и так с Израилем не делают. Раз – это не принято. Ромбан. Как же тогда объяснить Раши? Потому что Раши говорит, и так не принято, что народы мира тогда оградили себя. Прежде всего, безусловно, есть разница, есть серьёзная разница во времени – сотни лет. То, что Тора говорит, что все эти мерзости делали жители той страны, которые жили там перед вами, и земля их изрыгнула, это уже когда еврейский народ возвращается из Египта перед тем, как он завоёвывает страну Израиля. Вот к тому времени они уже полностью действительно распустились и дошли до крайней точки. Но когда Яков возвращается из Падана Рам в страну Израиля, было ещё не так. Ещё было слишком живо воспоминание о потопе, очень было страшно, и поэтому всё-таки старались в действительности поддерживать какие-то рамки элементарной морали. Тому подтверждение, что и во времена Авраама и Ицхака, когда они были у Плештин, Плештин были филистимляне, как их называют синодальный перевод, они были, правда, не канонейскими народами, но они были соседями, жили они на одной территории, и можно себе представить, что уровень нравственный приблизительно был одинаков, по крайней мере, Плештин довольно сильно испугались, царь Плештин, Авмелик довольно сильно испугался при мысли о том, что, может быть, получилось так, что он забрал себе в гарем чужую жену. Это его довольно насторожило. То есть, хоть какие-то минимальные морально-нравственные устои есть. Не всё позволено, не полностью они ещё оскотинили. Потом уже, да, но на то время это было неслыханное, не только по нашим меркам, но и по их меркам тоже. Это объяснение Раши после того, как объясняют и устраняют вопрос, заданный Рамбаном. Но вместе с тем, при всём, при всём, при всём, при том, безусловно, остаётся место для дополнительных изысканий. А Орахай Макадош пишет здесь так. Безусловно, и вот он уже начинает связывать два, прежде всего, два чувства, о которых говорится по отношению к сыновьям Якова, а то, что они огорчились, и то, что возгорелся гнев, и два разных аспекта того поступка, шхема того, что случилось с Диной, дочерью Якова. Пишет он так. Было здесь два аспекта. Первый. Во-первых, безусловно, даже если бы всё было прилично, что я говорю даже прилично, вообще-то можно было подумать, если бы мы прочитали не сначала отрывка, а только середины о том, как шхем рассказывает о своей пылкой любви пап папе, и его папа отправляется свататься к Якову, просто всё выглядит, ну, просто всё совершенно прилично. Кстати, как там сказано? «И говорил Хамору с ними и сказал, шхем мой сын пристрастился душой к вашей дочери». Дайте же, пристрастился душой, просто влюбился, просто почти Ромео шекспировский. А ни слова не говорит о том, что мой сын, он немножко изнасиловал вашу дочку, это ни слова, всё как у приличных людей. Это вот даже если бы ты был на самом деле там, даже если бы перед этим не было изнасилования, всё равно породниться с такими людьми, породниться с такой семьёй, это, безусловно, позор и стыд, и это ужас для семьи Якова. Плюс к этому отсюда огорчение, что вообще такое предложение, такое сватовство вообще приходит, второе – гнев, за что гнев, в какой форме всё это было сделано, что он сначала с ней изнасиловал, просто так первую попавшуюся на улице девушку изнасиловать – это мерзость, которая даже у них не принята. Они, конечно, небольшие праведники, они, безусловно, распутники, но не вот так же просто так насиловать встреченную случайно на улице девушку. Так пишет Орахай Макадош. А вот ещё один я хочу провести комментарий, уже очень интересный, это Раврир. Пишет он так. Сыны Якова находились во власти двух сильных чувств. Первая – печаль. Печаль – это не агрессивное чувство, это боль. Боль от того, что они вынуждены отказаться от чего-то дорогого. То, как чувствует человек всегда, когда он теряет что-то. Болезненное чувство утраты. Так может почувствует человек, когда, не дай бог, умер кто-то близко, но здесь ещё никто не умер, Дину только изнасиловали, да. Но вместе с тем нужно понимать, что их чистая и непорочная Дина, та, которую они знали, та, которой она была, она ушла навсегда. Подобные травмы, как изнасилование таким вот шхемам сына масла, оно не проходит просто так. Та Дина, которую они знали, она уже ушла. Даже если бы им удалось вырвать её из рук шхем, если бы они сейчас прокрались во дворец шхемы и выкрали её бы, при всём при том, ничего бы уже не изменилось. Кстати, кстати, есть медраж, который говорит, что когда уже в дальнейшем сыновья Якова напали на жителей шхемы и добрались до дворца, то Дина отказалась выходить. Им пришлось её выволакивать оттуда сильно. Этого они ещё не знали, что так произойдёт, но можно было это подумать. То есть ту сестру, которую они знали раньше, они потеряли. И отсюда горечь утраты. В то же время безнравственный поступок, а то, что он так сделал, он зажёг в них гнев. То есть его, с одной стороны, факт того, что сестра изнасирована, он приводит к горечи, к огорчению. А то, что зазлило их, то, что зажгло в них гнев, это сам поступок шхем. Ибо осквернив, тем самым получается, осквернив этим, он сделал мерзость с Израилем. Что означает тогда слова «и так не делается», пишет дальше Равирш. «Из первого конфликта с другими народами семья Яркова извлекла важный урок». Кстати, в переводе Равирша на… в комментарии Равирша на русский язык здесь это место переведено неправильно. То, что он имеет в виду из первого конфликта с другими народами, имеется в виду предыдущий конфликт, когда ему пришлось столкнуться со своим братом Исав. Что можно было вынести из того конфликта? Сначала столкновение Якова с ангелом Исава, а потом уже с Исавом в плоти крови. Важный урок был вот какой. «Поскольку они слабы, сила-то оказывается на стороне других» Исав шёл навстречу своему брату с четырьмя остами вооружённых до зубов головорезами. «Они слабы и не имеют средств для защиты, то их безопасность может быть обеспечена только в том случае, если другие признают их моральное и духовное превосходство». Вот какой урок можно было вынести из встречи с Исавом. Если бы Яков купил себе по дороге из Падана Раба, купил себе ещё какие-нибудь новые вооружения и беспилотные самолёты или ещё что-нибудь такое, ему всё равно не победить Исава. Он всё равно, меньшинство, он всё равно остаётся маленькой и слабой общиной. Ничего здесь не поделаешь. Ну а как же можно обеспечить свою безопасность во враждебном мире, когда ты оказываешься всегда в меньшинстве, когда ты маленький и слабый? А как это всё произошло с Исавом? Мы уже об этом говорили. Когда Исав подошёл к Якову и увидел своего брата, вместо того, чтобы обнажить меч, он бросился его на шею, бросился ему на шею, расплакался, стал целовать брата. Что произошло? Произошло самое неожиданное, хотя с другой стороны, в общем-то, и понятно. Когда он увидел своего брата, его жёны, его детей, то, чего у Исава нет, он увидел то семейное счастье, в котором живёт этот человек, он увидел чистоту этой жизни, он почувствовал нравственное превосходство этих людей перед собой. Это то, что его сломало. Сломало и не в состоянии он был дальше продолжать. Вот какой урок вынесли тогда из первого столкновения. Если мы хотим обеспечить себе безопасность во враждебном мире, то мы её обеспечиваем не путём укрепления своей воинской мощи, всё равно нам её не хватит, а путём укрепления своего морального и нравственного превосходства перед другими людьми. Это, вспоминаю сейчас один из моих учителей, Афхай Мейер Каан из Ихрцаде Клеврох, который, как многие приличные люди в конце 40-х, начале 50-х годах провели несколько лет в местах не столь отдалённых, как говорили тогда, а именно в исправительно-трудовых лагерях, вместе с криминалами, с преступниками, с убийцами, с насильниками, с ворами, с грабителями. И когда его спрашивали, как можно было выжить, как можно было сосуществовать рядом с такими людьми, ответ был достаточно простой. Если эти люди чувствовали, что находящийся рядом с ними, фраер, как их называли тогда, что это не просто заносящий человек, это человек, у которого есть моральная и нравственная основа, то такого человека, такого человека преступники и воры и все остальные, они именно уважали. Невозможно было никакой силы, не хватило бы у человека устоять против банды воров в лагере, но нравственная сила, да, таких людей урки уважали. То же самое и с общиной Израиля. Если она будет стараться прежде всего заботиться о своём нравственном превосходстве, в этом её единственный залог безопасности. Этот урок можно было получить из встречи с Исавом. Более того, ведь мы видели, что ещё перед тем, как Яков столкнулся с Исавом, когда он боролся с ангелом, чем закончилась эта борьба? Тем, что был вывих ноги, тем, что твёрдую поступь Яков утратил, твёрдая поступь сильного человека, она стала с Исавой, а Яков он хромающий. Ну, так и получилось. Есть те, которые твёрдо ступают, есть те, которые брецают оружие, а есть те, которые ковыляют, хромают, но при всём притом, и при всём притом этим самым они обеспечивают свою безопасность. Но вот теперь события повернулись совершенно иным путём. Если раньше было понятно, что победоносная божественная основа, т.е. проведение Всевышнего, правление мира, которое превратило Якова в Израиля, оно проявляется в мире именно через физическую слабость евреев, т.е. евреи самый слабый, самый маленький, незащищённый народ, и он-то оказывается самым древним почти сегодня существующих народов, который был патриархом уже в те дни, когда сегодняшние известные народы были молодыми только начинающими. Но вот теперь получается не так. В этом случае было унижено человеческое достоинство в Израиле, и так не делают, как там сказано, ибо мерзость он сделал с Израилем, и так не делают. Что это значит? С другими такого не могло произойти. Шхен не позволил бы себе поступать так с дочерью полноправного гражданина своей страны. Конечно, Шхен был принцем. Да, его папа был князем, правителем господина этой страны. И всё-таки. И при всём при том. С дочерью полноправного гражданина этих мест он себе не позволил бы такого, что он позволил. С кем он? Кинывала сабы Израиль, ибо мерзость делала он с Израилем. Это еврейская девочка. Она здесь чужая. Она здесь на птичьих права. Она здесь незащищённая. Никто за неё не вступится. А вот такая слабость, она и приглашает насилие, безусловно. Это то, что сыновья Якова почувствовали и очень хорошо. Это случилось с Диной лишь потому, что она была дочкой Якова, еврейкой, чужая, беззащитная, принадлежащая маленькой слабенькой общине. А что до их нравственной высоты, так Шхен на это наплевать. Вот это обстоятельство причинило сыновьям Якова сильную боль. Они только что поняли, что нужно оставить могучую силу твордой поступи другим народам. Это то, что они поняли из столкновения с Эйсавом. А мы пойдём совершенно иначе. Мы будем ковылять в другую сторону. Теперь же им пришлось узнать, что бывают ситуации, подобные этой, когда может возникнуть желание выхватить меч из руки Эйсава и взять его в свои руки. Таково значение слов и возгорелся их гнев. Он говорит здесь о желании. Он говорит здесь ещё об оправдании. Правильно это желание. Но желание в этот момент возникло. Ибо если то, что Шхен позволил себе, он позволил себе потому, что он понял, что перед ним беззащитная еврейская девочка, то если не ответить на это, не отреагировать никак, то вслед за этим будет дополнительное насилие. Если ты слабый, то к слабому так относятся. Как же быть? Из одной истории они вынесли один опыт. Теперь всё переворачивается. Теперь всё, казалось бы, может быть, это не значит, что предыдущее неправильно. Нет, наверное, оно правильно. Но, по крайней мере, не исключено, что не всегда. Или да, всегда. Но желание – это очевидно. Гнев возгорелся. Желание выхватить меч из рук Исава появилось. И это означает возгорелся и гнев. Читаю дальше. Свой гнев они пока не проявили. Они говорят слукавту. Мы обратили внимание на то, что Яков вообще ничего не говорит. Почему не говорит? Ну, просто для него это оскорбительно даже вообще входить в переговоры на такую тему с такими людьми, которые пришли. Поняв это, братья берут инициативу в свои руки. И отвечали сыновья Якова, Шкему и Хамору, брату его, с лукавством. И говорили так, потому что он обесчестил Дину. Как объясняет Раши, почему они позволили себе здесь вот такое вот лукавство? Да потому что перед ними был человек, который обесчестил их сестру. По отношению к нему, безусловно, позволено действовать с лукавством. И сказали им, мы не можем этого сделать, выдать нашу сестру за человека, у которого крайнее плоть, ибо это срам для нас. Только при этом условии согласимся с вами, если будете вы, как и мы, чтобы был обрезан у вас каждый мужчина. Вот тогда мы все объединимся, породнимся, будем брать ваших дочерей, будем отдавать наших дочерей, будем одним народом, братство народов. Так в чём было лукавство? Самое простое объяснение, что когда Шехер услышит, он, конечно, играет у себя здесь Ромео из пьесы Шекспира, но как только он услышит, что от него требуют не деньги, от него требуют не выкупы, от него требуют обрезаться, то, скорее всего, нормальный человек скажет, знаете, что я подумаю, и завтра мне придёт. И этим можно будет закончить с подобным сватовством. Но происходит снова неожиданно. Шхем настолько в нём горит страсть, что даже на это он готов. И понравились их слова Хамору и Шхему. Шхем, ладно, но папа Хамор. Папе ещё обрезаться из-за того, что у сына… А он более всех уважаем был из дома своего отца, т.е. любимый, самый уважаемый принц. И пришли Хамор и Шхем и его сын к воротам своего города, собрали там народные вещи и обращаются к народу. И говорили людям своего города и сказали, эти люди мирны с нами. «Пусть они селятся на земле и промышляют на ней. Земля живёт пространно перед нами. Вы не бойтесь, что у нас вдруг будут проблемы с заработками. Ещё земли где сколько угодно, всем хватает. Дочерей их станем брать себе в жёны, и наших дочерей будем выдавать за них. Проднимся. Только с тем условием сойдутся эти люди жить с нами и быть с нами одним народом, чтобы был обрезан у нас весь мужской полк, как они обрезаны». Это критическое. Т.е. сначала было всё хорошо. Объединимся, будем одним народом, эти люди мирны, мы будем мир и дружба, но ради мира и дружбы нужно обрезаться. Понятно, что, скорее всего, здесь на лицах жителей Шхемы будет недоумение. Ещё чего. Хотя, конечно, царь об этом говорит, но есть же предел, и царской власти тоже есть предел. Здесь Хамор достаёт сильную карту. Стада их и имущество, и весь их скот будут нашими. Это не просто шаромыжники, которые пришли сюда попрошайничать. Это богатые люди. Когда мы породнимся с ними, то их имущество мы себе примем. Приберём к рукам. А что они на это скажут, если мы захотим их имущество? Ну, это мы уже дальше разберёмся. Но, по крайней мере, от такой вот родни есть чем поживиться. Только согласимся с ними, и они поселятся у нас. И все, кто выходили, снова неожиданная вещь. И все, кто выходили из городских ворот, то есть все жители города, подчинились Хамору, его сыну Шхему, и обрезали всех мужчин, всех, кто вышел из городских ворот. Все согласились делать обрезание. Невероятно. И было на третий день, когда они болели, два сына Яакова, Шимон и Леви, братья Дины, взяли каждый свой меч, безбоязненно вошли в город и перебили всех мужчин. Аши спрашивает здесь, почему сказано, два сына Яакова, Шимон и Леви, братья Дины? То, что Шимон и Леви, то, что они оба сыны Яакова, это мы знаем. То, что оба они, естественно, братья Дины, что она их сестра, это мы тоже знаем. Да и не только они, и остальные тоже сыны Яакова, и братьев у Дины их 12. Разве только они братья Дины? Что касается последнего вопроса, ответ более-менее понятен. Все братья Дины, но тот, кто проявляет здесь братство в самой-самой крайней форме и готовы взяться были за меч и пойти драться, это Шимон и Леви, которые вступили здесь за свою сестру. А то, что сказано, два сына Яакова, читаю, Раши, были его сыновьями. Да, действительно, факт, они сыновья Якова. Но здесь не подчеркивается для того, чтобы мы знали, что это был Шимон Яковлевич, а это был Левий Яковлевич. Естественно, что они были сыны Яакова. Меется в виду, что они вели себя не так, как должны были повести себя сыны Якова. Несмотря на это, Шимон или Леви вели себя, как остальные люди, не как сыновья Якова, потому что сыновья Якова пришли бы посоветоваться к отцу. А они действовали на своё разумение, на свой страх и риск, не спросив совета у отца. То есть, здесь мы уже видим в словах Раши совершенно нескрываемая критика. То, что Раши здесь объясняет Тора, критикует здесь действия сынов Якова в том, что они не посоветовались со своим отцом. И было на третий день, когда они болели, то есть на третий день после обрезания, жители Шхемы, очевидно, обрезание было для них достаточно травматичным и серьёзного сопротивления они оказать не могли. Поэтому только два сына Якова, Шимон и Леви, братья Дины, взяли каждый свой меч, безбоязненно вошли в город и перебили всех мужчин. А Хамора и Шхема, его сына, убили мечом. И взяли Дину из дома Шхема и вышли. Подчёркиваю, то, что Дина выбежала на ранностях, они взяли её из дома Шхема и вышли. Сыновья Якова прошли по трупам и разграбили город. За то, что обесчестили их сестру. То есть подчёркивается здесь, что разграбили город не потому, что они пришли поживиться и найти себе хорошие сувениры, а потому, что именно это было в отместку, это был демонстративный шаг разграбления за то, что обесчестили их сестру. Они забрали мелкий и крупный скот, и ослов, и то, что в городе, и то, что в поле, и всё имущество их, и их детей и жён пленили и разграбили всё, что было в домах. Ну вот теперь вместе с сестрой и с добычей сыновья Якова возвращаются домой. Его реакция, реакция отца. «И сказал Яков Шимону и Леви, вы смутили меня, сделав меня ненавистным для жителей этой страны, для кенанеев и перезеев, а у меня мало людей. Соберутся против меня и поразят меня, истребдом буду я и мой дом». Яков критически относится к тому, что они сделали. Если понять просто то, что сказано здесь, то его критика в том, что их действие было необдуманное. Оно было продиктовано всплеском гнева, но необдуманное, потому что если им удалось с лёгкостью перебить всех жителей Шимону, то, что будет теперь, ведь вокруг народа-то намного больше, сейчас они заберут воинов со всех окрестных городов, и что тогда будет, как теперь. Правда, в конце концов, так не случилось, как Бритора. Писано там так. «И был страх Божий на городах, которые вокруг них, и не преследовали сыновьяков». Когда Яков поспешно уходит из Шхема, можно было бы ожидать погоны за ним, этого не случается. Снова к чему? Чудо было. Страх Божий на них напал. Но этого, безусловно, с точки зрения рациональной этого не должно быть. И если здесь критика чисто практическая, т.е. может быть, это действие было и правильным, но необдуманным, то в конце жизни перед смертью Яков говорит уже иначе. Когда он благословляет всех своих сыновей перед смертью, он произносит такую фразу. «Шимон и Леви, братья, орудия хищничества свойственны им. В совет их да не войдет моя душа, с соном их не единись честь моя, ибо они во гневе своем убили мужей и по воле своей подрезали жилы вала». То есть здесь есть уже обвинение в убийстве людей. «Проклят гнев их, ибо силен». Не просто неосторожность, а гнев их проклят, ибо силен, и ярость их, ибо тяжела. «Разделю их в Якове и рассею их в Израиле». То есть в отличие от всех остальных колен израильских, «Шимон и Леви не получили одного надела, они жили рассеянные в Израиле». Итак, Яков высказывает дважды критику по разным причинам, но казалось бы, почему он критикует? Ведь он сам слышал всё, что замышляли сыновья, и промолчал. Почему же он теперь их критикует? Вот на этом вопросе мы и закончим, а ответы уже о продолжении в следующей серии.